Павел Николаевич, события, которые происходят вокруг Дома культуры, они у людей вызывают много вопросов, но больше резонанс вызвал это вчерашнее вторжение, я бы сказал, в этот Дом культуры и захватывало пока что неизвестными людьми. Расскажите, пожалуйста, что вы об этом знаете? Ну, вы-то знаете наверняка все. На самом деле, все не знает никто, потому что до сих пор ни одного документа, подтверждающего право вот этих людей, которые называют себя сотрудниками ЧОПа, а на самом деле ни одного документа не предъявили, ни одного документа ни со стороны муниципальной власти, ни со стороны муниципального учреждения культуры, которое теперь возглавляет этот полковник ГРУ, ни одного документа не поступило. Мало того, они выдавали документы даже полиции, мотивируя всяким то, что их сейчас с собой нету. Мы можем констатировать только одно. Слова некоторых муниципальных чиновников, которые как-то участвовали в этом процессе, это господин Звеков, начальник территориального отдела. Слова директора вот этого муниципального учреждения культуры Жукова. И информацию, которую мы получили от полиции. Значит, информация следующая, что якобы, по одной информации, это информация Звекова, Рота Агра заключила договор на охранение, на охрану муниципального имущества с какой-то элит, в общем, каким-то чопом, то ли элит-групп, то ли еще какой-то, пока никто не знает, ни одного документа не представлено. Почему, со слов Звекова, Рота Агра, называющая себя каким-то главным акционером совхоза Ленина, заключила договор на охрану почему-то муниципального имущества с какой-то компанией, и на этом основании зашли туда, но это, по словам Звекова, непонятно. Ясно одно, что это, скорее всего, какая-то ошибка. По другой информации, директор вот этого дворца, теперь же Центра культуры, сам заключил договор на охрану муниципального имущества, причем он называет цифру 2 декабря. Ясно, что если 1 декабря его назначили, то 2 декабря он это заключить не мог, потому что закон 44 о контрактной системе не позволяет ему заключать такого типа договора, в смете этих денег нет, тем более 10 человек, всего 16 человек заключил договор на то, что 10 человек будут находиться в здании Дворца культуры, охранять муниципальное имущество, которое там на самом деле миллионы на два, на три можно. И они на этом основании захватили Дворец культуры, устроили там ночлежку. Вот сегодня утром я туда ходил, попытался понять, что же там происходит. Раскладушки, места принятия пищи, коврики для проведения моления. То, что там есть в том числе и граждане, скажем так, муниципальные, мусульмане. Это нормальный процесс, только зачем в Дворце культуры все это делать? Есть специальные места для того, чтобы принимать пищу, спать, они не имеют права на охраняемой территории. Директор этого, ну, как называемый директор этого ЧОПа, такой немножко хамоватый мужчина, который все время говорит, что вы не директор, вы идите отсюда. Я тут начальник. У меня договор, как он сказал, со здравительным центром. Когда пришел директор здравительного центра, то есть Анастасия Кудряшова, он ее не пустил тоже в помещение, не дал ей ознакомиться с тем, что там происходит. По информации уборщицы, которые там присутствовали, они там курят. Естественно, мы об этом и говорили, о том, что противопожарное состояние нарушено было до этого, а теперь они там еще и занимаются совершенно, чтобы приготовить пищу, значит, курить в здании, это категорически запрещено. Это все-таки Дворец культуры, и там дети должны быть. Поэтому, на сегодняшний день ничего не понятно, документы полиция собирает, но ясно одно, что это своего рода репетиция захвата всего совхоза. Но уж с таким же успехом Таротагра может заключить договор о хранении, не имея никакого отношения к имуществу, на хранение имущества, и в контору зайдут те же самые люди, поскольку они прекрасно знают, что мы сделаем все для того, чтобы не было никаких стычек, потому что могут постоять просто мирные граждане. Поэтому они, это просто бандиты. Бандиты, поддержанные властью, потому что, ну, кто-то же назначал этого директора, кто-то же внимательно наблюдает за всем этим. Муниципальная власть, я вчера звонил всем без исключения, никто трубки не берет, значит, на контакты не идет, потому что они назначили этого практически, ну, скажем так, представителя боевого братства, он этого не скрывает, что его сюда послал Саблин, что, значит, он тесно связан с Рота Агро, и все, которых назначали в последнее время, и Звеков, и вот эта новая директриса школы, и этот вот гражданин, который пришел из полковников с директором Дворца культуры, все понятно, что это звенья рейдерской атаки. Что будет дальше? Честно, мы обратились во все органы, у нас только одно, ручка, листья, бумаги, и, возможно, написать заявление в полицию. Если полиции дают команду разбираться, то они быстро разберутся с этим делом. Если скажут, не лезьте, значит, они не полезут, тогда мы будем противостоять один на один. Но вчера я видел видео, да, с одной стороны, женщины с детьми, которые жили спокойно и жили хорошо, а с другой стороны, молодчики, которые приехали сюда в рабочее время, ну, там, 40 было, там, или 50 вот этих молодых ребят в спортивных штанах, руки в карманы, которые просто заблокировали вход в дворец культуры. И никого не пускали. И ни один работник совхоза не смог пройти туда внутрь. Почему? Потому что им дана команда. Они не называются, они не представляются, они не хотят общаться ни с кем, ни с полицией, ни с кем. Они просто привезены сюда, вот такие боевики. Вот это вот патриотическое воспитание, которое боевое братство проводит, оно, кстати, вот себя показало. Вместо того, чтобы работать, а у них нехорошие бы трактористы получились, слесаря, не знаю, там, инженеры, они в этот момент зарабатывают деньги, потому что, конечно, они стоят там бесплатно, просто вот за правое дело, но это ничего не сказать. И вот женщины им там с упреками, что вы тут делаете, мы хорошо жили до того, как не пришла вот этот городской округ, власть вот эта, пока сабли не стал захватывать совхоз. Мы же тут жили спокойно, никаких проблем не было. И дети ходили в кружки и занимались тем, чем они должны заниматься. А теперь они устроили из Дворца культуры полигон для, ну, скажем так, оперативных действий по вмешательству в жизнь совхоза. Павел Николаевич, но этому предшествовало вот что-то похожее на нестационированные митинги-то, выкрики и все остальное. Это те же самые люди делают? И для чего это? Да, причем мы же тоже, вам же поставлены видеокамеры, и видно, кто их, скажем так, приютил, поддерживает. Они вышли, все вот эти вот митинги, я там, я помню, песня Высоцкого, иду, гляжу, смотрю, стоят. Они стояли ровно в ряд, их было восемь. Восемь молодых людей, опять, один из них оказался, или двое, там, в том же, вчера они тоже были здесь. Вышли из дедушки АУ, вот этого, скажем так, злополучного кафе, которое за-за-за, значит, тут, скажем, пытается каким-то образом насадить. И они там оттуда вышли с плакатами, кстати, очень интересные плакаты. Руки прочь, Грудинин, от Дворца культуры. Дождите секунду. Он принадлежит Совхозу Ленину. Я директор, мне-то какие руки прочь-то? Отчего? Это всегда все было нормально. Или, например, зарабатываешь по миллиону. Ну, во-первых, не знаю, что Дворец культуры Совхозу вместе со всеми платежами в год, ну, обходятся муниципальные власти в семь с половиной миллионов. А вот траты на охрану, на отопление, ну, в общем, на содержание, на ремонт, на налог на имущество, налог на землю и все остальное больше гораздо. Мы посчитали, мы ставим специальную ставку льготную аренды, чтобы туда входило все. И налоги, и вот эти вот платежи различные, и охрана в том числе. И оказалось, что мы где-то около двух миллионов получаем убытка от этого. Но мы идем на это сознательно, потому что там бесплатные кружки, и это наша социальная, скажем так, нагрузка. И люди, которые пишут, они не понимают, что, скажем так, во-первых, не обладает информацией, но зато, как красиво это у них вроде звучит. Грудинин, отдай дворец. Так мы его и отдаем только детям, а не бандитам, которые вот сейчас пришли захватывать это все.